Добрый день! Меня зовут Елена Павлова, я представляю курс и видео-лекцию по философии. Тема нашего сегодняшнего разговора станет один из самых сложных философов XIX века. Мысль, который, в общем-то, до сих пор принимается совершенно и понимается совершенно по-разному, разными людьми, разными читателями его творчества. Это будет романтик, филолог, христианин, поэт, который, тем не менее, будет яростно обличать романтиков и филологию, и христианство, и поэтов. Это будет человек, относительно которого в истории сложится двойственное впечатление. Человек, которого невозможно читать нейтрально, то есть не испытывая к нему никаких эмоциональных чувств и ощущений. Этого мыслителя можно либо принимать целиком и полностью, он может либо понравиться абсолютно, и мы будем разделять его идеи, либо его можно ненавидеть и отторгать всё, что он проговаривает. Совершенно неоднозначный философ, который, в общем-то, на очень долгое время стал ассоциироваться с фашизмом, с нацизмом, с апологией, так называемой высшей арийской расы, человек, который сам про себя говорил, что его поймут, его начнут понимать только через 200 лет после его смерти. Темой нашего сегодняшнего разговора станет жизнь и творчество Фридриха Ницше. «Годы жизни Фридриха Ницше» — это 1844-1900. Причём интересна жизнь, почти всю жизнь он всё своё пребывание здесь, на этой земле, испытывал невероятные, совершенно страшные, мучительные головные боли, которые, в конце концов, сводят его с ума. Человек, который действительно в своих работах показывает очень часто невероятную экспрессивную такую хлёсткость, не скупясь на совершенно порой неприемлемые выражения, цитаты. Человек, которого сегодня пытаются каким-то образом реабилитировать, и которого всё равно до сих пор не воспринимают, которого принимают в штыки, чьи идеи, да? До сих пор Ницше обвиняют в том, что он стал основоположником фашистского взгляда на мир, и что именно он виноват в том, что Гитлер продвинул и, скажем, стал активно использовать идею из-за момента белокурой бестии у Ницше. Ницше невозможно читать системно, у него отсутствует система как таковая. То есть, в общем-то, конечно, безусловно, открывая любую работу Ницше, начиная от рождения трагедии с духа музыки, заканчивая весёлой наукой, например, мы не найдём там какой-то строгой системности, так хорошо и сильно характеризующей, к примеру, творчество немецких классиков, начиная от Канта, заканчивая Гегелем. И, в общем-то, действительно, Ницше, стиль Ницше, он скорее антифилософский, антинаучный. Этот стиль сугубо эссеистический. Это яркая публицистика, это меткое перо. Да, действительно, так оно и будет, так оно и есть. И, тем не менее, Ницше приобретает невероятную славу, невероятный успех ещё при жизни. Как он сам шутил и высказывался неоднократно, он говорил, что в буквальном смысле эта цитата, он сказал, что я переспал почти с любой, почти с каждой домохозяйкой в Германии. Что он имел в виду, Ницше? Ницше имел в виду, что его книги можно было найти почти в каждом немецком доме. И, в общем-то, именно книги Ницше читались немецкими домохозяйками в качестве такого лёгкого чтения на ночь. То есть книги Ницше — это не сложные тексты Гегеля, например, или Канта в меньшей степени, в большей, конечно, степени Гегеля. Книги Ницше — это полухудожественные произведения, на страницах которых время от времени вспыхивают его рассуждения о том, что есть такой мир, о том, что есть такой человек, о том, что есть такая жизнь. Судьба Ницше тем более уникальна, потому что, в общем-то, первоначально своё творчество, свою карьеру Ницше никаким образом не связывает, скажем, с философией. То есть Ницше рождается в очень семье такой богобоязненной, получает достаточно хорошее воспитание по тем временам. Его мать прекрасно музицировала и привила своему сыну чувства этой эстетики музыкальной. Кстати, потом Ницше даже сам будет писать некоторые работы, отправлять их к какому-то ряду критиков.